видео кнопочку нажимаете согласны и потихоньку приступим было мы вас поздравляем с вашим выпускным да вы успешно закончили программу выполнили достаточно много заданий до 80 и более заданий выполнили это большая молодец прошли весь этот путь на и важно хотим немного подытожить с вами да не просто какой-то анкета как раз таки сделать выводы совместные что происходило какая вы пришли да давайте представимся ваше имя фамилия возраст в каком городе живете состав семьи на чтобы понимать с чем вы алхасова была вениаминовна мне 36 лет я из города пятигорск здорово состав семьи какой у вас муж да в браке трое детей старший сын женат поэтому уже четверо трое детей отлично старший кто сын получается правильно да сколько ему уже 21 21 молодец взял ответственность на себя кто есть двое детей каких второй сын 16 лет дочки восемь лет восемь лет дочь здорово и невестка помощница да 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 падебное платье для невестки вышили нет ясно хорошо итак откуда вообще возникла идея заняться швейным делом ну я с детства очень люблю шить у меня была даже маленькая швейная машинка мне всегда это очень нравилось я всегда очень это люди любила этим заниматься и люблю то есть меня это расслабляет ну как и как хобби и как всю жизнь мечтала из своего хобби сделать как бизнес да зарабатывать на это всегда очень для домашних всегда шью ну то есть вы законодатель моды ваших близких да в семье да для родных для семьи но никогда не работала в этой сфере как тут а работали ли вы вообще в какой-то сфере ну вот в найме работали нет то есть но всегда опыта работы вообще нет да ну то есть сами шили семью а на заказы шили вы знаете пару раз был такой опыт но опять таки у меня не получалось и в семье там кое-какие были то есть мужу не нравится то что я это делаю поэтому как бы такой опыт даже вспоминать не хочется неприятно ну ясно то есть муж против был да чтобы вы на заказ кому-то что-то шили чтобы к вам домой да да именно то есть он и сейчас не хочет чтобы я это делала как вопрос в связи с этим актуальный да хочется задать а какая реакция семьи вот на вашу идею развиваться в этом направлении серьезно вообще не старший сын хочет помочь поддерживать то есть он всегда спрашивает мама как у тебя там что это а муж вообще никак ну муж хочет чтобы была кухня холодильник все время уходила на это так значит муж против поддержки нет вообще поддержки можно сказать вообще ноль ну сын старший за да ну сын да он конечно поддерживает а невестка как на этот вопрос смотрит она вообще вплоть до того что хочет чтобы всех под под своих подруг ко мне привести чтобы я для них была поддерживая тоже да здорово да дети да дети конечно поддерживают ага отлично в какой ситуации пришли на курс да ну вот уже немножко прояснили что вы искали хотели что и какой вот доход у вас до курса личный ну я очень я очень давно то есть вообще даже мечтать не могла что мне появится возможность этому обучиться честно я почему и раньше ничего не пробовала делать потому что я не знала как с этим работать я не знаю мне наверно как счастливой судьбой или чем увидела в инстаграме рекламу и честно я очень боялась пробовать как без дальше не сталкивалась с этим и сразу воспользовалась возможности мне полностью ваш курс оплатила моя мама то есть опять таки не из семьи мама поддержала да да то есть и в дальнейшем чтобы развиваться я же понимаю что нужны финансовые средства и пока у меня из-за этого ступор ну вот а до этого получается ну вы просто домохозяйка да скажем управляет своей семьей хозяйством в доме да да ну личного дохода у вас дополнительного никакого нет ну то есть муж вас к сожалению к моему что выбраться оттуда к моему огромному сожалению в общении да я думаю его устраивает такое положение как слава богу ни в чем не нуждаюсь но сам факт того что мне всегда хотелось быть самодостаточной это лично мой взгляд на Кавказе особо это не практикуется женщинам все равно а вот мне хочется но редко кто хочет заниматься своим бизнесом или в принципе самой зарабатывать здесь это никому не нужно на общество влияет менталитет но у меня всегда был свой взгляд на это мне всегда хотелось как-то развиваться очень а был ли опыт онлайн обучений каких-то и чему если учились нет то есть вообще с вами в первые первый ваш курс это с нами да ну то есть была мечта да не знали вообще что с нею делать да и соответственно уже увидели увидели да и воспользовалась возможностью сразу конечно и все таки я отступать не хочу я буду как бы ждать все таки а до того как все таки нас нас увидели как то пробовали еще вот заходить вот в эту сторону решения этого вопроса там может быть какие-то не знаю там только на уровне мысли ну опять таки да все упиралось в то что я не знаю в принципе как вести бизнес я очень боялась что-то начинать делать но это глупо вообще не знаю с чем связываться я просто умею шить и все на кого-то работать никогда бы не хотела то есть хочу сама на себя у меня как-то свой взгляд на это мне хочется самой и опять таки все упиралось в финансы чтобы что-то начинать делать нужны деньги а в остальном ну то есть если были какие-то мысли то есть конкретики вообще не понимали что как зачем и почему нет совершенно да то есть ваш курс мне помог все расставить как по полочкам но вы нас сразу с первого взгляда увидели сразу пошли или какое-то время наблюдали за нами ну получается ну может быть недельку пару недель максимум и я вот так где-то да то есть я обдумывала свое решение где-то так но не больше ну то есть сходили на первый вебинар там все услышали и все прям да откликнулось что искали да 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 ну здорово что времени ушло не сильно много много времени ушло просто на мечты это точно да я очень жалею что раньше такой возможности не было конечно упущенное время какая главная цель была на курс с вами поставлена что вот какой конечный продукт вы хотите получить какая цель то именно что хочу создать вы имеете ввиду ну вот как я уже говорила вообще у меня конечно в планах здесь в Пятигорске это и по Кавказу это такого еще не было как свой шоу-рум то есть идей очень много шоу-рум прокат но именно акцент делать на вечерняя вечерняя одежда то есть свой шоу-рум прокат вечерней одежды может какая-то коктейльная и на регионы есть все работать так развиваться вот в этой сфере а мама у вас чем занимается у меня родители в Америке живут уже 20 лет то есть она прямо оттуда из-за границы вас так поддержала да да они конечно очень сейчас все такое время что я думаю материально конечно и больше смогли бы помочь но сейчас в России все все связи закрыты поэтому ждем с моря погоды получается на курсе вы делали проект своего шоу-рума с изготовлением вами одежды да да ну старалась да вот то есть насколько я это все понимала мне было очень трудно то что касалось вот финансовых вопросов очень было сложно но я старалась понять и вот я все перед собой поставила цель что я все записываю тетрадку что мне надо все равно досконально довести до ума разобраться там где что мне непонятно то есть обязательно у меня это все в процессе вот меня спасает то что вот года будет у нас открыто вот это вот поэтому я хотя как раз за это время хочу очень воспользоваться возможности практика на курсе вот по действиям помогла да вам в какие-то детали вникать да 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 очень но это не теория сразу что это не теория нужно если делать то делаете анализ конкурентов значит анализ конкурентов сто процентов многое стало понятно то есть даже даже я воодушевленно это мы родителям и сестре бою сыну рассказывает там все вот так вот это очень круто как с таблицами подружились конечно с таблицами вот которые было в последних заданиях там хоть черт голову для меня сломит где-то там рассчитывать пессимистич прогноз вот это то вот все для меня сложно не работало мне каждый человек который все просидел дома это вообще как что-то с него но я все равно буду стараться конечно разбираться с остальными таблицами более или менее да мне проще было намного вот с последнее было самое сложное ну свести то что вы делали раньше все данные туда просто перенести чтобы увидеть все это да я же говорю мне надо сесть спокойно я же так делала задание вот она то есть время находила кусочек пока меня никто не трогает мне надо спокойно сесть и разобраться поэтому я же говорю обязательно в процессе еще совсем займусь ну то есть дорабатывать время еще есть то есть ну свободное ваше пожалуйста да то есть обязательно проект как-то уже стал скажем из вот этой мечты обретать какие-то уже очертания с учетом того что вы проделали вы знаете у меня все опять таки вот убирается в деньги поэтому я уже начала смотреть может быть не с этого начинать потому что на то что я хочу нужно очень много денег а где их взять то есть я ходила и за эту субсидию то здесь ее не дают я все узнавала давали вот в марте в апреле то есть опять таки с нее то это как капля в море по сместим что мне нужно с этим понятно я имею ввиду смотрите вы одно дело просто мечтали представляли то есть а сейчас вот когда вы это все разложили по полочкам этот проект для вас уже стал более наверное обозримым правильно там что вы вы что-то уже в этом плане правильно и уже начали понимать ну вот чтобы допустим открыть этот проект вы просчитали да что нужны такие-то вложения с вашим размахом желанием какого-то сервиса да все верно теперь все намного понятнее это да ну то есть и есть возможность рассчитать какой-то промежуточный проект который вас приведет к этому правильно я понимаю что вы сейчас для себя решили определить ну я думаю думаю что да то есть нужно работать начать самое главное начать да хоть чего-то хотя бы то есть того о чем я мечтаю сразу начать у меня не получится то есть вот о чем я говорю хотя бы с чего-то может быть посмотрим у меня все будет зависеть опять-таки все упирается в финансы все будет зависеть от этого конечно как всегда кто больше всего помогала на курсе вам продвигаться вот от шага к шагу ой наверное большое желание что вот я давно очень хочу этим заниматься и опять и поддержка с вашей стороны помогала очень ну и в принципе то есть вот метод обучения ваш мне удобно было ну обратно связь давала какие-то ну прям конструктив для сто процентов хотя у меня не получалось выходить на зум встреч я их пересматривала но все равно конечно однозначно то есть какие-то вопросы были я задавала да кураторы была связь с ними там по домашним заданиям да вот когда я уже старалась не дергать постоянно заходила в группу читала там если девочек тоже есть такие проблемы как у меня вот и конечно с вами вот на связь если нужно было с вами выходи на связь было еще раз хочу подчеркнуть никаких не может быть мне неудобно было кого-то это ваш проект да и он зависит от того насколько вы заберете для себя максимально информацию да и не бывает неудобных вопросов задавать потому что вы делаете вы с ним столкнулись как-то не видите возможно выход на этот вопрос да важно его прояснить и он действительно иногда очень просто решается согласны да сто процентов страха было больше да да согласна ну круто что да видите уже сейчас оцениваете что больше боялась нежели да там себе рисовала это правда да монстров там кто-нибудь нападет из компьютера в моем случае в моем случае именно так у меня больше было страхов вот в принципе вот этим да ну вот каких все-таки результатов удалось добиться за время обучения если вот подытожим что у вас получилось на обучении как вы считаете что можно вы выделить ну вот то что меня насчет именно по обучению ой да в принципе там очень много было всего полезного я старалась все как бы на практике применять и ой извиняюсь ходящий звонок наверное нормально нормально видно вас все не сбилось и вот то что касается ИП то есть я ездила все в налоговую все то что раньше в принципе для меня было но старалась все применить на практике для меня это все очень ново так поэтому все конечно старалась применять вам как раз таки понравилась вот эта практика да что вы прям ее пощупали каждый шаг можно сказать да съездили с кем-то пообщались посмотрели где-то на конкурентов да то есть и понимаете теперь что ну а там бояться нечего нужно анализировать просто смотреть это все да и применять в работе да именно ну то есть сейчас вы находитесь на какой стадии теперь что выбираете что будете делать какие ближайшие планы на год себе ставите ну сейчас конечно я вот жду опять таки да если говорить как есть жду когда родители должны приехать мне нужна их материальная поддержка они мне обещали оказаться так как сейчас вообще проблема с этими переездами то есть они должны через пару месяцев быть здесь и я нашла несколько помещений в аренду я это дело не бросаю езжу смотрю так чтобы хотя бы понимать что мне нужно ну наверное пока как сейчас секунду по моему в зеленой коробочке да или в зеленой или фиолетовой я извиняюсь не оставляю арендовать помещение как я уже сказала хочу очень мне бы еще время на это все найти они же видите вы получается решили с индивидуального пошива начать или с чего ой очень не хочу индивидуальный пошив но я так понимаю просто чтобы заработать я реально на это смотрю мне только если с этого начинать опять таки я же говорю мне вот почему-то так мне кажется что скорее всего да начну с индивидуального как ателье ну смотрите чтобы вам не теряться да еще раз вот тем более целый есть у вас промежуток посмотрите просчитайте каждый проект индивидуальный пошив если вы сейчас возьмете да просчитайте мелкосерийное производство там допустим выпуск каких-то изделий и продажа готовых да чтобы вам понимать где какие затраты у вас будут да потому что вы шоу просчитали да здесь можно как раз таки с этим уже поработать и укрепиться в практике как раз да поэтому посмотрите посчитайте это как раз таки ну вот теория вашего роста ближайшего для того я еще думала за этот маркетплейс на Валсберис думала если опять таки там объем работы мне кажется ну да я думала планировала просчитать как вот вы сказали разные индивидуальный пошив здесь у нас в Пятигорске есть несколько таких отелье востребованных конкурентов много я думала либо на Валсберис то есть у меня первоначальная главная цель мне нужно заработать чтобы открыть тот шоурум о котором я мечтаю то есть все опять таки убирается в это ну вот вместе с родителями уже тоже чтобы им показать свои бизнес планы да и вместе возможно принять решение мамы они чем занимаются там в смысле у них есть какой-то бизнес опыт нет ну какое-то время был но сейчас нет уже ясно отлично как вы считаете окупился ли курс ваш да за потраченные вот время и деньги а я думаю сто процентов да это столько навыков столько знаний то есть для меня это вот как раз я наоборот я даже может быть скажу честно недооценивала то есть я в принципе не понимала как можно так дистанционно обучаться такому важному делу как это все в принципе будет происходить за два месяца да как это так возможно да поэтому на сто процентов все окупилось и я очень довольна конечно однозначно ну то есть мы поэтому надеюсь все таки в последующем с вами тоже да конечно однозначно ну здорово надеюсь в дальнейшем если понадобится какая-то мне помощь поддержка то есть неважно каким способом я надеюсь что смогу на связи с вами оставаться ну мы не прощаемся ни с кем из наших выпускников сами знаете да загадывать не буду да ну здорово супер ну можно еще смотреть из какой точки зрения посчитать чтобы вам вообще была за себя гордость да допустим на текущий поток к нам пришла ученица где она была на грани перед тем как увидеть наш мастер-класс подписание договора на исследование рынка для ее ниши ну то есть даже исследование рынка просто никакого бизнес-плана а просто исследование рынка да даже так и этот договор стоил больше ста пятидесяти тысяч рублей чтобы вы понимали да и какую работу проделали вы за ту стоимость за которую вы купили я так думаю что это точно уже в три раза окупилось сто процентов это точно как вам сейчас вот с этими да вот с этой новостью да поднялась ли какая-то прям самооценка такая гордость за себя что проделали такую работу конечно ну вот и представьте разницу например между да вы обратились к какому-то специалисту чтобы он вам помог проанализировать рынок и весь анализ сделал он да ну и вам потом что-то рассказал про него и глядя вот на эту рукопись которую вы держите в руках да это как ну книжка которую вы читаете либо вы это все сами прожили да происследовали и теперь точно знаете какое направление где для себя открытие что можно это постоянно исследовать практика есть есть разница да ну конечно а как я даже сыну с твоим мальчик говорю сажусь говорю вот ты знаешь там просто он семейный бизнес опять-таки связанный с шубной там и они в принципе госзаказы берут у нас свой цех большой и для него это применимо я с ним когда начинаю что-то обсуждать он так смотрит да мам да типа да оказывается так много знаешь где-то что-то подсказывает ну ему приятно что вот я там я теперь начинающий предприниматель это же здорово это же здорово конечно видите как далеко и глубоко шагнули да из просто мечты которая ну просто как да уже даже наверное скорее всего вы ее и не думали что она реализуется когда-либо именно да так и есть это правда я даже не понимала с чего начинать и вообще проще было вообще даже не думать как воду опущенная ходила все время и все было смотрите ну вот у нас есть много клиентов которые смотрят наблюдают да на вебинар приходят потом еще раз приходят опять набеждают некоторые сомневаются вообще что такое возможно да как допустим просчитать свой бизнес план запустить свой бизнес что бы вы от себя могли им сказать да порекомендовать или какие-то свои мысли им выложить что однозначно не нужно ничего бояться нужно пользоваться возможностью вот то есть такими людьми как вы то есть вашими знаниями тем что вы даете самое главное вот как это мое больно не нужно ничего бояться то есть не ждать то есть брать и пробовать и все делать и все получится пользоваться возможностью наверное как для меня самое главное то есть что у меня были страх да самое главное не бояться вот как раз таки мы уже подошли вот прям к последнему такому вопросу да вот ваша личная фишка да а там может быть секретик какой-то который помогает вам вот по жизни справляться со своими сомнениями страхами да как вы вот с этим справлялись вот вы ничего не зная боясь всего можно сказать начали учиться и дошли до конца да потому что ну ну наверное во всем искать положительные стороны всегда и во всем искать положительные стороны а как вам наши бонусные уроки о я же за них помните даже боролась мне не кстати они очень познавательные это круто но это как опять таки человека с опытом послушал я думаю да один такой на каждом шаге на каждом шаге да были помощники которые как раз таки тоже помогали идти дальше с теми же страхами да урок есть там сомнениями и так далее да 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 как прорабатывать все верно я все просмотрела там на последнем шаге не просмотрела вот кто оттуда допустим взяли для себя вот какие-то заметки какие-то практические уроки вот они давали я не помню правда имя вот рассказывала девушка много практических советов таких вот по общению с персоналом своим то есть то что мне кажется только на практике наверное узнается ну очень много уроков сейчас уже все не вспомню потом не помню тоже вот я даже помню у вас за этот бонусный урок говорила пожалуйста сделай задание можете мне его открыть то есть я же каждую прям как губка впитывала каждые бонусные уроки и все все с большой пользой точно тетрадь с конспектами большая осталась ой мне еще писать много но она у меня такая да красивая толстенькая на всю жизнь такие знания конечно я все все записываю сижу прям с ручками с этими чтобы меня никто не трогал да с удовольствием я вас еще раз поздравляю с таким прекрасным завершением нашего обучения здорово что создали эскиз своего проекта да планограмму помещения рисовали пока нет ну то есть ну смотрели помещение да я хочу побольше просто думаю когда найду уже сяду и все все прорисую пока нет в процессе отлично желаем вам успехов чтобы у вас все получилось и даже муж чтобы встал уже на вашу сторону и сказал я буду счастлив в своей реализации дети подросли поэтому можно времени уделить своему развитию желаю вам самореализации поддержка у вас достаточно огромная да муж тоже уже сдастся в любом случае поэтому желаем вам успехов спасибо большое вам Ирина спасибо огромное за поддержку вашу хорошо видео я вам обязательно скину еще раз успехов во всех практических действиях чтобы у вас проект состоялся всего доброго спасибо Ирина спасибо вам спасибо спасибо спасибо